Продолжение следует... В санитологии есть несколько различных организаций и их так называемых дочерних организаций, и необходимо озвучить их названия, потому что иногда люди, приходя из этой организации, представляются именно такими названиями и тем самым вводят людей в некое такое заблуждение. Есть такой Хаббард колледж, есть нарканон, центр в кавычках борьбы с наркоманией, есть криминон, центр в кавычках реабилитации осужденных, есть гуманитарный центр детоксикации человека, фонд Хаббарда, Фемирный институт, ассоциация за лучшую жизнь и образование, прикладная схоластика и другие названия. То есть, многие, конечно, наверное, слышали о санитологии, но когда приходят люди, представляются именно, что они представляют ту или иную организацию выше озвученную, то человек может подумать, например, борьба с наркоманией, реабилитацией осужденных, или гуманитарный центр детоксикации. Звучит все очень красиво, фонды там за ассоциацию и лучшую жизнь, ну кто же против лучшей жизни. И таким образом человек и тот, к кому он обращается, может быть в ту организацию, может быть введен в такое заблуждение. Итак, главная цель организации санитологии – создание по санитологической модели нового человека, они это не скрывают, во всех книгах это декларируется, модели нового человека и нового устройства мира, управляемые исключительно по принципам санитологии. Здесь мы, как и в других оккультных сектах, не находим ничего нового, везде одна и та же идея – стать сверхчеловеком, войти в элитное сверхобщество. В общем-то, всегда вспоминаются слова апостола Павла, что грех, то есть дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. Бог и так предназначил человека быть сверхчеловеком, но в Иисусе Христе, то есть Богом по благодати с маленькой буквы, по заповедям Божьим, самой главной заповеди любви к Богу и к ближнему. Бог и так хочет ввести и желает, в этом было и создание, и смысл, и цель сотворения человека по образу и подобию, чтобы ввести человека в Царствие Божие. Но здесь предлагаются такие пути – стать Богом без Бога. Эту историю мы подробно с вами знаем и читали, и читаем в книге «Бытие» в третьей главе. Там предлагал – будете как Боги, но если усомнитесь в Боге, поэтому будете Богами и не будете знать, что такое смерть. То есть дьявол предлагал то же самое – стать сверхчеловеком, по его модели войти в общество. Мы знаем, что благими намерениями дорогу он выстелил совсем в обратном направлении в Царствие Божие. Итак, история саентологии, биография Хаббарда. Начиная с учения саентологии, конечно, необходимо познакомиться с личностью, основателем самого, как о нем пишут, человечного человека всех времен и народов, самого великого гения, который рождал когда-либо Вселенная. Это такие дифирамбы воздают ему сторонники саентологии. Основателем саентологии является алфаэт Рональд Хаббард, 1911-1986. Известна его история и известна его биография. Он служил на флоте, был оттуда уволен по различным сидячим болезням, потому что он долгое время присидел в штабе. Но про него, тем не менее, ходят легенды различные, что он там и лодку какую-то японскую подводную обнаружил. Когда по тревоге подняли весь флот береговой охраны, то никакой лодки не было и в помине, и никакие локаторы ничего подобного не засекали. Это единственный раз, когда ему поручили заменить капитана на вахте. Потом о нем пишут о том, что он закончил с отличием Институт по ядерной физике. Но известна его история, действительно он имел отношение к ядерной физике, но ходил просто на подготовительные курсы, на которые его выгнали с этих курсов, с третьего курса, потому что он не сдавал многие зачеты. Потом о нем говорят о том, что он якобы там объезживал мустангов на ранчо своего деда. Но тоже известно, что свидетельствуют некоторые записки его родственников, что он с детства вообще лошадей боялся. Да и прочая легенда, которая уходит о нем, и не имеет ни достоверных тому подтверждений. Слово саентология создано самим Хаббардом, образовано от латинского слова «скио», что означает «знание», и в самом полном смысле этого слова и греческого слова «логос», что означает «учение». То есть, многие специалисты, исследователи переводят это слово как «знание» и «учение», то есть смешение таков, латино-греческого, из латино-греческого словаря. Саентология была разработана Хаббардом на основе предыдущего учения, которое он написал, когда был уволен из морфлота, в американском флоте, написал учение «Дионетика». «Дионетика» изобретена была Хаббардом и означала посредством разума. Но не сразу он писать начал «Дионетику», он сначала начал писать разные фантастические рассказы. Такую, где можно вспомнить некоторые его цитаты, которые я пролистывал, смотрел, где говорится о том, что и вот большая комната мрачная, там в этой комнате лежал труп, завернутый в ковер, кровь сочилась через этот ковер. И так как он лежал на полу, то в полу были огромные щели, внизу находился человек, и эти сгустки крови падали на голову этого сонного человека. Этот человек проснулся, он видел, что кровь на нем, ужас и страх напал. Ну, вот все, в общем, в таком примерно стиле, слышал какие-то посторонние звуки, он думал, что это, может быть, какие-то призраки. Оказывается, это его жена вышла, отбивала мясо там на кухне и прочее-прочее. Вот такая вот, я уж там не то, что прям дословно, но все сгущает от краски. И он пытался после того, как был уволен с флота, заработать вот на этой такой желтой прессе, публикуя статьи и литературу такого содержания фэнтези. Он пытался заработать, и дальше главным его тезисом в дальнейшем стало, когда вот он написал уже дианетику, затем изобрел саентологию. Главный его тезис был, если хочешь заработать, создай новую религию. Чем он занялся, и, в общем-то, у него это получилось достаточно неплохо. В конце жизни, надо сказать, он был, в общем-то, миллионером. У него было достаточно хорошее состояние, но он его накопил лишь благодаря тому, что не платил налоги, и поэтому до конца жизни он скрывался на ржавом корабле в нейтральных водах, потому что где и умер, в общем-то, и был сожжен, и прах его развеян по океану, да, и потому что ни одна страна мира не впускала его в тому, как он был фигурной грант. Ну, вот это так, если так кратко о его биографии, от начала до конца. Итак, термин дианетика изобретен, как я уже сказал, самим Хаббардом. По существу Хаббард придумал гибрид техник гипноза, некоторых ранних методов Зигмунда Фрейда и псевдонаучной терминологии, изобретенной Хаббардом, с тем, чтобы иметь возможность с большим успехом выдавать свою книгу дианетика о здоровье человека, которая способна, некая сумма знаний и те рекомендации, которые он дает, способны принести человеку долголетие. И вот он его выдал за новое открытие техники и методы, с которыми человечество знакомо, в общем, достаточно долгое время, но он сказал, что вот это эксклюзивные методы, которые открыты ему. Так, Хаббард использовал результаты исследований Фрейда, идеи общей семантики, также Корб Зиборского, а также и идеи от Таранка, Нандора, Фодора, Седжера, но использовал их в той мере, в какой мог использовать человек, некомпетентный ни в медицине, ни в психиатрии, в частности. Издателю дианетики удалось продать 150 тысяч экземпляров книги, то есть Хаббарду, прежде чем вынуждены их были изъять из продажи. Ассоциация американских психологов выступила с предупреждением, из которого следовало, что для большей достоверности своей книги Хаббард сам придумал описываемые им случаи выздоровления и эстетические данные. И в результате Хаббард в 52-м году, в прошлом столетии, вновь остается там без денег, без права на пропаганду дианетики в Америке. Ну, тут появляется вот то самое новое открытие Хаббарда, саентология. Это уже была не просто техника гипноза с элементами психотренинга. Кроме них, саентология выбрала в себя и магические идеи. Известно, что он был знаком с основателем, нельзя назвать, можно назвать только популяризатором сатанизма, Алистер Кроули. И вот он заимствовал идеи Фрейда, Алистера Кроули и оккультизма, которые по-прежнему обильно сдобрены терминологией Хаббарда и откровенно фантастическими историями, которые содержатся в его книгах. До появления саентологии в книге Дианетика, например, Хаббард утверждал, цитата, «Дионетика исцеляет, она исцеляет безотказно, всегда и от всего», конец цитаты. А два года спустя он объявил предыдущую технологию, цитата, «медленной и посредственной». заявлял, что в саентологии, цитата, «слепые презревают, хромые начнут ходить, больные выздоравливают, ненормальные станут нормальные, а нормальные станут еще нормальней», конец цитаты. Вместе с тем он отметил, цитата, «мы открыли ряд новых способов превращать людей в рабов», конец цитаты. Это Хаббард, 20-я лекция филадофильских докторских курсов, 1952 год. По словам американского психиатра Кларка, саентологическое собеседование или аудитинги является тщательно разработанным способом доведения человека до степени контролируемого транса. Вот что писал этот психиатр Кларк, цитата, «цель – заставить человека полностью идентифицировать себя с учением, чувство любви и верности существует лишь в отношении саентологии и Хаббарда лично». И полная покорность, конец цитаты. В своей жизни я неоднократно встречался с представителями саентологии, правда, они не всегда представляют, что это именно они. Я помню, в Центре реабитации ко мне приходили люди, которые говорили о том, что якобы у них сын или дочь попали в эту секту саентологии, что им делать. Но на самом деле через некоторое время, расскажу только одну историю, пришел один якобы не бывший полковник в отставке полковника МВД. Представился, фамилию даже удостоверение показал вместе с своей женой. Якобы сын там все распродал, уехал в Америку, посещает эти курсы, они достаточно дорогостоящие, аудитинга. Зачем это, расскажу. Но потом как-то меня вызвал сомнение. Заметил, долго общаясь с людьми, уже занимаясь реабилитацией лиц от православия более 30 лет, какой-то театр был виден, и какая-то неискренность в этих людях. И тогда я решил навести справки, а существует ли такой полковник МВД в отставке. Действительно, полковник МВД в отставке такой существует, с такой фамилией, с таким именем. Но тот человек, который приходил, это совсем другое лицо. То есть, он представился фамилиями и именем человека другого. Но я видел, мне показали фотографии, это был совсем другой человек. Было таких несколько историй. Итак, цель действительно заставить человека полностью инвестицировать себя с учением Хаббарда. И они всячески стараются также еще. Почему они приходят? Они отслеживают людей, кто говорит что-то против них. Известно, что также вспоминается мне история, которая была связана с Центром реабилитации, когда еще был Центр памяти Алексея Степановича Хомякова. Но и сейчас есть на Большой Орденке 20. Был, я имею в виду, в 90-х. Тогда наладились контакты с представителем в России, в санитологической организации Биртей Хельд. Она отвечала. И тогда она пришла также в наш центр. И она знала, что у отца Олега Стеняева нет своего жилья в Москве. И это действительно так. Было долгое время. Вот сейчас, слава Богу, последние три года батюшка живет в своей квартире. Да, так он жил все время в доме Причта. Ну и снимал квартиры. И сейчас ему православные собрались, фонтники, и помогли в приобретении однокомнатной квартиры. Тогда об этом узнала тоже Бирта Хельд. И когда она зашла, она сказала, можно ли поговорить с вами лично. Я сидел там, в комнате на Большой Орденке в доме Причта. И отец Олег попросил меня выйти. Я вышел. Прошло 15 или 20 минут. Она ушла. Было видно, что она раздраженная. Такая вот затопала громко каблуками. И у нее была в руках сумка. Спортивная сумка. Когда я зашел и спросил отец Олега, что такое здесь, он мне сказал, только что мне предлагали сумку денег. Да, она открыла сумку и сказала, батюшка, мы знаем, что у вас нет квартиры. Ну да, вот мы вам предлагаем только за одна услуга. Он говорит, что я должен делать. Ничего не говорить про саентологию негативного. Ну и вообще лучше не касаться. А у отца Олега было целый ряд передач на радио Радонеж по саентологии. Ну, отец Олег после этого еще почти 25 лет прожил без квартиры. Да, поэтому действительно есть у них такие... У них есть целая такая мощная организация, достаточно контролируемая. Расскажу про это немного попозже. Хаббард в прошлом морской офицер, писатель, член клуба путешественников-исследователей. В 1950 году он, как я говорил, публикует Дионетику. И Хаббард постепенно, когда уже создает саентологию, постепенно пришел к пониманию, что я, духовная сущность человека, способна отделяться от тела и проживать жизнь за жизнью в разных телах, что сходно с идеей, в общем-то, ничего нового нет, реинкарнации в восточных религиях. Первая церковь саентологии была учреждена в Лос-Анджелесе в 1954 году. В 1955 году в Вашингтоне открылась учредительная церковь саентологии, и Хаббард стал ее исполнительным директором. К этому времени Хаббард однозначно занял позицию, что созданные мучения не светская терапия, самопомощь, а религиозное консультирование. В общем-то, та информация, о которой я делюсь, ее несложно найти и на просторах интернета, здесь ничего такого скрытного нет. Хаббард оставался исполнительным директором церкви саентологии до 1966 года. В начале 70-х саентология была реорганизована и была создана Международная церковь саентологии, которая координирует деятельность отдельно взятых саентологических организаций и способствует всемирному расширению движения и Центр религиозной технологии. Также в начале 80-х годов от церкви саентологии отказалась группа саентологов, которая называет себя «свободная зона». Ее члены исследуют некоторым из текстов Хаббарда, но помимо этого также разрабатывают и собственные принципы. Известно также из биографии Хаббарда, что в одно время он пытался создать такую энергию, которая могла бы родить Антихриста. Это реально. Вместе с Парсоном, неким своим другом, Хаббард стал заниматься различными магическими, сексуальными обрядами с элементами многочисленных извращений. Конечно, скорее всего, он учился этому у кровли. Чтобы таким образом создать, как он говорил, энергию, которая привлекла бы к себе женщину, согласно изучать и родить этого Антихриста Бабалона. Еще один изобретенный Кроули термин, обозначающий Антихриста. Все это совершалось втроем с Парсоном и с ее подружкой по имени Сара Нортруп. Вот последний. Очень звучит, да, Нортруп. Известно, что в книге Откровения есть тексты о том, которые говорят о Вавилонской блуднице, от которой действительно родится Антихрист. И, зная эти тексты, они делали вот такие эксперименты. И вот с Бабалоном у них ничего не получилось. И в конце концов Хаббард сбежал с своей подружкой от Парсона, прихватив при этом кругленькую сумму денег. И Хаббард женился на Саре, когда он женился, он еще не был разведен своей первой женой. Таким образом, он становится двоеженцем. Последний год жизни Хаббард провел в инвалидной коляске. Вот, как я уже сказал, мучимой паранойей и постоянными истериками. Был помешан просто на чистоте. У него служанки там, уборщица, по-моему, даже в сутки он менял по три, по четыре. Находил здесь какой-то пыль, всегда борелся заразиться, находясь вот на этом ржавом корабле. Но вот ушел из жизни в 1986 году, 24 января, и саентологи считают Хаббарда исключительным человеком, у которого нет преемника, как основателя учения. И на самом деле они ведут свое летоисчисление, у них свой календарь у саентологов от смерти Хаббарда 1986 года. Поэтому можно почитать, они сейчас скажут, вот сколько лет сейчас, вот какой год. Они не ведут свое летоисчисление от Рождества Христова. Ну, наверное, всякому человеку, не верующему в Рождество и в рождении Сына Божия, сама дата, которая говорит от Рождества Христова, как-то ненавистно и неприятно. Доктрина. Представление о Боге. В саентологии гораздо больше акцент делается на божественной природе человека и работе человеческого разума, чем на природе Бога. Хаббард не давал четкого определения Бога в саентологии, говоря о Боге, о вере. Саентологи упоминают восьмую динамику, которая является динамикой Бога. По сути, здесь заимствование из буддизма, а в большем мире даже из теософии Блаватской. Если Блаватская учила о семи расах, то в эволюции Духа, то Хаббард, заимствовав, немного переделав, но тем не менее идея осталась одна и та же, учит о восьмеричном круге. Вместо того, чтобы определить, что есть Бог, саентологи утверждают, что достижение высшего состояния, просветления позволяет приходить к собственным выводам о высшем существе. То есть принцип такой, понимаете, Бога и высшее существо, так, как вы и хотите. В саентологии считается, что тета, тета – это дух, тетан. По мере подъема сознания сопричастности, ответственности, расширения через семь динамик по спирали совершенствуются нравственно и этически. И только по прохождению семи динамик достигает восьмой, где ему открывается Всевышний. Можно прочитать в литературе то, что по этому поводу пишется. Например, цитата – «Все боги, о которых говорится в буддизме, такие же человек, как и другие и даже низшие человека, достигшие буддистской связости». И вот, кто желает верить в богов, например, говорится в буддистском катехизме, тот может это делать, только пусть не забывают, что боги, как и все живые существа, подвержены тленности, перерождением, и что достигшие избавления святой прежде же всего Будда гораздо выше всех богов. И еще и сам Будда никогда не отвергал рядовых богов, которые поклонялись его современники и не запрещал молиться им, но лишь замечал, что достигший присветления буддистский подвижник Архат выше и могуще из самого Верховного Божества, поскольку свободен от сансары. Ангутара Ни Кая 3.37 Что этим надо сказать? То, что заимствуют вот эту идею, в общем-то, как я уже сказал, не из самого даже буддизма, а уже такого синкретизма, который существует в теософии, таким вот главным богом, в общем-то, мнит себя Хасам Хамбард. Поэтому его последователи и говорят о том, что не может быть у него достойного преемника, как у основателя. Конечно же, корпорация там руководится кем-то, кто отвечает, кто-то есть, конечно, главный, но вот такого преемника, как Хамбард, быть не может. То есть, тут такая претензия, в общем-то, что нет посредника, как сказано в Библии, между Богом и человеком, как только Иисус Христос. Действительно, такого посредника Бога-человека быть больше не может в богочеловеческом состоянии и природе Бога-богочеловека. И здесь снова и снова, как я уже говорил, дьявол берет этот повод от заповедей и извращает ее. Роли природы Бога в учении саентологии. Природа Бога и его взаимоотношения с людьми не описаны подробно. Утверждается, что по мере того, как духовное создание растет, благодаря саентологическим практикам, последователь приходит к собственным выводам о подлинной природе Бога. И саентология уделяет основное внимание не Богу, как я уже сказал, а именно о том, что в ней называется тетон, то есть отражение созидательной и духовной силы Бога в каждом человеке. И это существует при этом такие так называемые аудитинги, то есть которые повышают уровень сознания человека и сознания вот этого тетона. Первый такой аудитинг саентологи предлагают пройти первый аудитинг, иногда бесплатно его предлагают, первую ступень такого опроса дают 90 вопросов, которые, как они утверждают, были разработаны в Оксфорде. На самом деле к Оксфорду никакого отношения они не имеют. Саентологи часто используют имена, фамилии или какие-то такие титулованные учебные заведения, ссылаясь на них, что якобы вот они взяли это у них, но это обман. Иногда они приглашают каких-то знаменитых людей, но платят им за это, чтобы под них собрать аудиторию, а потом этих людей сажают в автомобиль, заплатив и благополучно отправляют, а дальше уже с аудиторией делают то, что они считают нужным. И вот этот оксфордский так называемый тест, как я сказал, никакого отношения к Оксфорду не имеет. И однажды, когда более чем 10 лет подряд меня приглашали для проведения работы с подростками в международный лагерь ассоциации Витязей. Это такая была международная организация, она и сейчас есть, куда приезжали тогда люди из Сербии, Черногории, из Болгарии, из России, из разных городов, такой военно-патриотический спортивный клуб, но главное они своей целью ставят это именно не спорт, а именно патриотическое воспитание. И поэтому всякий патриотизм, их руководители не мыслят, как без православия. И меня приглашали в течение на эти сборы, каждый год проходили сборы 21 день, где я проводил занятия, это там примерно до 200 человек собирались, дети от 12 до 18 лет, час православия. И вот однажды, может быть вы помните, было такое, что все искали лидеров, нам нужны лидеры, нам нужны лидеры, в школах это была запущена повестка, и здесь организация тоже задалась этим вопросом, и вдруг руководители мне говорят, что приедут к нам два специалиста, они выявят лидеров. Детей собрали в зал, я также пришел, сел на задний ряд, и слышу, что две женщины говорят, вот, есть официальные тесты, мы сейчас выявим лидеров, и начинают раздавать листки. Я тогда поинтересовался, поднял руку, говорю, а что это за тесты? Это 90 тестов, 90 тезисов оксфордских. И тогда я спросил, какое отношение вы имеете к циентологии? Ну, мы дочерняя компания, мы не совсем, мы вот за лучшую жизнь, фонд за лучшую жизнь. Я сказал, нет, подождите, пока не раздавайте листки, что такое, нам руководство разрешило, нет, подождите, я вышел, сделал звонок, позвонил уважаемым руководителям, сказал им, что это такое, мне хватило двух-трех минут для того, чтобы объяснить, они сказали, так, все, срочно останавливаем этот эксперимент, прибежал руководитель, да, я сказал, извините, мы просто произошли недопонимания, мы дом не светская организация, они, да нет, мы светская, подождите, дайте мне сказать, в течение 10 минут руководству им я объяснил, их посадили на автомобиль, который они обещали организаторы, и этим же вечером вывезли домой. То есть это полезно нам с вами для того, чтобы предотвратить какие-то эксперименты над нашими детьми, как здесь он чуть ли не состоялся, знать о том, чему учат, кто такие, названия, в общем-то, в некой мере и цель нашего цикла сектоведения именно в этом, чтобы проинформировать, чтобы люди были в курсе, и это первая и цель, а вторая, конечно же, может быть, она и уравновешена с первой, это если эти люди смотрят эти записи, то это попытка достучаться до их сердец и отвратить их от этих ложных учений и в дальнейшем пройти реабилитацию и соединиться если они крещённые с русской православной церковью, если они крещённые, то принять святое крещение и обрести путь ко спасению. Какая космология? Саентология представляет собой обустройстве и створении мира, бытие, Вселенной, жизни и смерти. Основу космологии и саентологии изложены у Хаббарда в его статье «Факторы» 1953 года. По мере дальнейшего развития вручения саентологии были довольно дополнительные подробности выстроены, то есть прибавления и построена такая метафизическая система. Ну вот что из себя представляет эта статья, которая рассказывает о том, как произошёл этот мир. Начинается с следующего утверждения «Факторы» мифа створения мира саентологический. Цитата. «До начала была причина и вся цель причины состояла в создании следствия. Эта первая причина может быть интерпретирована как Бог». Это первый стих. Разбит всё на стихи. Второй стих. «От начала и во веки веков есть решение и это решение быть». Третий стих. Первое действие бытия это принять точку зрения. Четвёртый стих. Второе действие бытия из точки зрения простереть точки, которые можно видеть, то есть точки протяжённости. Пятый стих. «Итак сотворено пространство, ибо определение пространства таково точка зрения, смотрящая на протяжённость и предназначение точки притяжённости в том, чтобы было пространство и была точка для видения». Восьмой стих. «Итак появился свет». Ничего не напоминает? Да. «Итак появилась энергия, итак появляется жизнь». Многие точки притяжённости объединяются, и более крупные массы, и так далее. То есть мы видим тридцатый стих и в том, что выше всякого изложенного здесь можно лишь строить догадки. Так завершается. То есть мы видим, что здесь явное заимствование из книги «Бытие». Снова-снова повторю, что дьявол не имеет своего бытия, он всегда берёт повод о заповеди, то есть берёт какие-то тексты и возвращает их. Также в факторах рассказывается по сути о том, как тетаны оказались в ловушке физической вселенной. Это вот такие духовные субстанции. То, что в общем-то надо сказать, можно здесь провести эту параллель. То, что у Ловацкой в теософии называется монадой. То есть это такая душа не душа, но некая субстанция живая. И вот этот текст использует, как мы видим, библейскую лексику, обладает некоторым сходством, как я уже сказал, книги «Бытие». И такая смесь теистических и гностических идей. Кто такие тетаны? Тетаны сама жизнь как здесь объявляется нематериально и не является частью физической вселенной. Физическую вселенную эти тетаны создали в качестве игры. То есть это были такие духи и они там заигрались. Позднее как пишется они увлеклись и забыли что это игра и вместо этого постепенно приписали реальность созданной им вселенной. При этом забыв о своей истинной природе бессмертных всемогущих существ. Вот например согласно Хаббарду 75 миллионов лет назад некто к сену властелин 76 планет собрал большую часть населения своей империи в среднем по 178 миллиардов на каждой планете и переместил их на землю. Там он взорвал всех в вулканах при помощи водородных бомб в результате чего духи тетанов оказались связанными электрическими лентами полностью дезориентированные в результате побоища лишенные своих тел тетаны были подвергнуты 36 дневной гипнотической имплантации и связаны вместе. В этих имплантах за 75 миллионов лет до Христа будто бы содержались планы развития всех будущих цивилизаций и даже христианского учения. Хаббард велел хранить эту тайну содержащуюся в курте только оперирующих тетанов. Там есть клир, потом оперирующий тетан, действующий тетан, различные ступени посвящения. И эту тайну, которую я сейчас озвучил, ее рассказывать никому нельзя. Как это все было? Когда он это все описал, как всю эту космогонию, то посыпался просто шквал критики в его адрес и просто сказать, что, по-моему, это пишет сумасшедший человек. И тогда он засекретил и сказал, что эти люди не способны принять высшие тайны, и поэтому этого никому рассказывать нельзя, надо запаять во особые колбы, и так это было и сделано, куда не проникает воздух. Это особые тайны только для высшего посвящения, когда человек уже проходит за несколько тысяч долларов первую ступень, вторую ступень, третью ступень, и вот это можно говорить только оперирующим титаном. Тетаном правильно будет на первый слог. Итак, наиболее объективно суть саентологической доктрины отражена в ниже приведенном отрывке из выступления немецкой делегации на Семилляне ОБСЕ в 96 году вероисповедания. Вот цитата. Основной догмат саентологии состоит в том, да, это Варшава, 19 апреля 96 год. Не я придумал, ОБСЕ дает такое определение. Основной догмат саентологии состоит в том, что мир обречен на уничтожение. Считается, что Рон Хаббард разработал единственный возможный путь к спасению. В дианетике он дал способ раскрытия неиспользуемых интеллектуальных способностей и гениальных возможностей. Он понимает человеческое здравомыслие как банк данных, который единственный может решить все проблемы, если обеспечен полной и правильной информацией. Работу сознания Хаббард рассматривает через функционирование двух частей аналитического ума и реактивного ума. С этим много связано. То есть, реактивный ум, как он считает, хранит чувственные записи болезненных событий, так называемые инграммы, которые рассматриваются как помеха решению жизненных проблем и причинно психологических проблем. Целью дианетики и саентологии таким образом является удаление этих инграмм, в результате которых процесс очищения предполагается появление индивидуума со сверхчеловеческими способностями, свободного от каких-либо физических и умственных расстройств. И человек переходит в так называемое состояние клира, то есть, чистого. Вот здесь построено на этом все учение, все аудитинги и прочие дорогостоящие довольно-таки программы очищения этих инграмм предлагаются как раз саентологией. То есть, человек должен пройти в период вот этих реинкарнаций, потому что здесь исповедуется также закон кармы и закон реинкарнирования человека, та же эволюция духа. И вот, чтобы правильно подчистить инграммы, необходимо проходить вот эти аудитинги за определенные суммы и достигать более высших таких состояний. Без очищения инграмм никак невозможно попасть в следующий виток высшей цивилизации. Поэтому так. Хотя человек, то есть, тетан, по сути своей, добрый, хороший, этичный, он утратил знания, вот, то есть, откуда злов в этом тетане, о способности совершенства. Падение человека описывается следующим образом, если говорить как бы в кавычках такое понятие происхождения зла или грехопадения саентологии. То есть, жизненная сила тетана, оживляющая все живые существа, отделена от физической вселенной. Поэтому физическая вселенная сковывает тетана и заставляет его действовать вопреки своей истинной духовной природе. Это падение, уход от совершенства не результат влияния сатаны или врожденного, или поврежденности человеческой природы и склонность к козлу. Оно вызывается опытом тетана в текущей прошлой жизни и воздействием физической вселенной. Когда тетаны получают знания и преодолевают эти оковы материи, преодолевают оковы материи, они могут вернуться в первоначальное духовное состояние полной свободы. То есть, то, о чем я сказал просто, здесь это в некой степени процитировано. Хаббард утверждает, что применительно к частям тела человек выглядит так. Тело умирает, разум умирает, частично духовная сущность забывает, теряет память и отделяется от тела. И вот далее проходится, чтобы все эти негативные моменты были забыты, здесь вы проходите аудитинги, о чем я уже и сказал выше. Также говорится о том, что человеку необходимо пройти по некому мосту. Это сатирологические здесь шаги. Опять же, это все связано с аудитингом. Идея этого моста заимствована из гностических различных эпосов прохождения по мосту и поднятия в большей мере к более высоким уровням. Но, опять же, вот этот мост, лестница, все это в некой степени заимствовано, мы помним, лестница Якова и прочее. Вот здесь есть такие мотивы, когда читаешь, что достаточно такая идея заимствована, и потом она уже переработана и передается в таком своем понимании этого вопроса. Итак, саентология таким образом претендует на роль окончательного арбитра и единственного пути спасения. Она эксплуатирует, в общем, человеческий страх, чтобы продать людям свои курсы и тренировочные программы. Они говорят о том, что кто не вольется саентологией, тот не выживет, и тот, кто не пройдет аудитинги, тот просто погибнет. Поэтому хабаровские заявления достаточно простые. Вот, например, цитата. только клиры и действующие тетаны переживут разрушение планеты. Что мы и только мы знаем, как делать клиров и действующих тетанов? Это фатально не быть саентологом. Более того, те, кто не является саентологами, не имеют шанса достичь персонального бессмертия. Заявляя, что только саентологи могут быть бессмертными, саентология предлагает широкий выбор курсов, тренировочных программ, которые она называет мостом к полной свободе. Вот то, что касается именно вопроса космологии, вопроса тонатологии смерти понимания Хабарда и вопроса сатериологии спасения. В сочинениях отца основателя секты можно встретить некоторые зачатки саентологической мифологии, он пишет цитата «Есть боги, которые выше других богов, есть боги над другими богами и боги над богами вселенной». Или вот еще «Легенда о Христе бытовала уже миллионы лет назад». Или еще «Мы разделяем цели Христа в достижении человеческой мудрости, доброго здоровья и бессмертия». То есть представление Хаврода Христос был всего лишь носителем информации. Но это опять же не новость. Мы помним, что письма Лены Рерих также пишет о том, что Христос никогда не умирал на кресте, что смерть Христа на кресте, которую проповедует сегодня церковь, это самоодурение, как это называют, что Христос просто умер на кресте. Если бы он не умер на кресте, то люди бы забыли главные этические правила, она пишет об этом в живой этике, поэтому он просто своей смертью, страданием утвердил этику. Никакого воскресения, никакой смерти он не победил на кресте. То есть по сути отнимается самое дорогое, что есть для христианина. Это то приветствие, которое мы приветствуем в пасхальные дни друг другу, Христос воскресе, во истинном воскресе. Это то, о чем апостол Павел говорит, если мы не верим, что Христос умер и воскрес, то есть произошла победа над смертью, то вера наша тщетна, то есть вера не имеет никакого смысла. Главный смысл стараются все нивелировать из православного исповедания веры. Или вот еще он пишет, да, здесь множество есть цитат, что тетаны предположительно существуют 300 триллионов лет, да, перестелялись из тела в тело или же путешествуют по вселенной и с точки зрения Хамбарда тетаны могут покидать тело, которое они заселяют и существовать вне какого-либо физического тела за пределами физической вселенной. Но мы знаем, кто может вселяться в человека. Это те, которые Христос некогда изгнал из бесноватого Гидаринского, да, в свиней отправил их. Из этой гипотезы якобы следует, что человек может продвинуться до более высокого уровня существования. Из этой гипотезы якобы следует, что человек может продвинуться до более высокого уровня существования, где на него не будут влиять всячески жизненные неприятности и муки совести. То есть человек может из оперирующего титана перейти в ДТ. Вообще там с аберратор у них так все, да, они любят аберратору. Хаббард называет РЛРХ. ДТ это значит не трактор ДТ-75, а ДТ это действующий тетан. действующий. И вот действующий тетан он уже имеет ключи к бессмертию. Ну, по-моему, действующим стать там не просто сумма достаточно серьезная. По-моему, от 50 тысяч долларов что-то так. И он будет тогда способен контролировать физическое вещество, энергию, пространство и время. Утверждается, что любой, кто использует циентологическую технику, может стать самодостаточным, действительно богоподобным существом, неограниченным ни в пространстве, ни во времени. И, по мнению Хаббарда, во время путешествий и воплощений тетаны обрастают инграммами, болезненными впечатлениями из прошлого опыта, негативными переживаниями и вспоминаниями, которые препятствуют реализации скрытых возможностей, то есть от них необходимо очиститься. Вот о чём мы говорили. Но главная идея это стать сверхчеловеком. Вот, например, да, когда инграммы устранены, то это прямой путь, пишет Хаббард, того, чтобы стать сверхчеловеком. Вот, например, 1949 год, цитата, «я хочу основать собственную религию», пишет он. Я не случайно это говорю, потому что иногда саентологи говорят, что их организация это не религиозная организация, что это гуманистическая организация, помощь людям и прочее. Но сам Хаббард говорил, и здесь, в общем-то, мы видим в самом учении явно религиозный аспект. И сам Хаббард писал, «я хочу основать собственную религию, вот где можно охватить действительно огромный куш». Конец цитаты. Или, например, 9 марта 1972 года. «Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще больше денег, заставляйте других работать, чтобы они производили для вас деньги». Конец цитаты. Хаббард, официальное послание 9 марта 1972 года. Или еще, цитата, «эта вселенная, грубая вселенная, это ужасная и смертельная вселенная, только сильно выживает в ней, только безжалостный, может и владеть». Конец цитаты. Или еще, например, официальное послание 5 января 1968 года. «Саентология дает полную свободу, но она должна устанавливать власть и авторитет в целях тоталитарной дисциплины, иначе саентология не выживет». Конец цитаты. И это все реально осуществляется, то, что касается именно тоталитарной дисциплины, потому что существует очень жесткая внутренняя структура. Тогда я рассказал уже о Бирте Хельд, и как она пыталась подкупить нашего известного священника, миссионера, но до этого мы так выстроили миссионерский очень, так скажем, по Божьей милости мудро с ними общение, что мне удалось в Центре саентология тогда в 98-м году провести пять лекций по основам православия. Правда, было запланировано пять, но удалось провести три. Мы сказали, что вы же здесь в России, поэтому вам нужно знать, в общем-то, там, где вы находитесь, здесь традиции другие. И Бирте Хельд этому поверила, сказал, да, действительно, наверное, так оно и есть. И тогда священник предложил, что вот у нас есть молодой человек, он учится в семинарии, и он бы мог вам прочитать этот курс лекций по основам православия. И они согласились. Я пришел, передо мной присадили аудиторию, примерно где-то 150 человек, я начал им говорить о том, что не вот это то, что познакомишь с них лжеучением, начал говорить о том, что Бог является творцом и промыслителем мира, о том, что как Бог сотворил этот мир, как Бог сотворил человека, как люди отпали первое от Бога, как был принесен грех, то есть история грехопадения, о том, как православие понимает спасение, о том, что без покаяния невозможно войти в Царствие Божие и прочее. То есть то, что предписывает основу православного вероучения согласно катехизису. Но на третьей лекции меня уже притормозили в конце, когда был перерыв, сказали, нам кажется, что уже достаточно, а причина была следующая, что после первой лекции там было две семьи, которые, в общем-то, попали в долговую яму. Там есть такой принцип, что аудитинг ты проходить все равно должен, но если ты не можешь вовремя заплатить, ничего страшного, можно отработать в организации. они тогда в Измайл, насколько я помню, арендовали большое, я уже не помню, что там находилось, трехэтажное здание. И там в Измайл было трехэтажное здание, потом он перекочевал на Даганку, их официальный головной центр. И вот именно там на первом этаже в актовом зале были прочитаны эти лекции. И там были вот эти две семьи, которые попали в эту зависимость и долговую яму. То есть они начали отрабатывать, то есть они выполняли там всякую работу, вплоть до того, что и жили там, им выделили там комнату, они убирались, драили, мыли, составляли документы, в общем, готовили кофе-брейки и прочее. То есть обслушиваем персонал. Но когда они услышали эти лекции, то мне пришла записка, они это кратко написали. И тогда им удалось оттуда убежать. Я сказал им о том, что написал, что есть такой центр, приходите, во вторник вас будем ждать на Большой Рдынке. И вторая семья тоже убежала. И когда они поняли, что пошел такой отток, эти люди потом прошли реабилитацию, при СНСК православии, то эти лекции они тогда, к сожалению, прикрыли. Структура действительно там достаточно жесткая. Структура внутренней организации, так называемая морская организация, отряд есть реабилитационных проектов, есть отряды реабилитационных проектов, отряды реабилитационных проектов, есть опекунское, опекунское управление, есть Есть прикрывающие организации, есть различные организации такого дознания, то есть следственных комитетов, есть контролирующие, действительно, все это под серьезным контролем. И человеку, который туда попадает, непросто выйти потом. На каждого человека, даже который попадает так или иначе в их поле зрения, которое действует, они так называют, негативы, которые действуют против организации, что-то говорят, против советолога, заводится дело. Когда спецслужбы на Таганке проводили обыск, им был разрешен ордер на обыск, то нашли папку толстую достаточно отца Олега. Там еще на некоторых наших миссионерах сказали, но, Андрей Иванович, на вас немного, на вас два листочка. То есть любой человек, который попадает в их поле зрения, они заводят какие-то папки, собирают какой-то компромат, для того, чтобы, если человек что-то говорит против них, потом это использовать против человека. Поэтому организация жесткая своим тоталитарным внутренним режимом, ну и, как мы видели, со своими заблуждениями в вопросах и сотворения, и в вопросах понимания о том, что такое зло, и в вопросах о том, как его преодолеть. Человек, попадая, конечно, под такое влияние этих лжеучений, оказывается в состоянии такой безысходности. Но выход всегда есть. Каждого человека, который находится в той или иной сектантской организации, мы всегда, и я, пользуясь таким и этой площадкой, всегда призываю словами пророка Еремии, остановитесь на путях ваших и познайте, что есть путь древний, а также и словами Спасителя, что много лжехристов, лжепророков явятся в последние времена. Будут говорить, я здесь, и там очередной Христос, или очередной сверхчеловек. Не верьте, говорит, и не ходите. И о конце света он не говорит, как об этом говорит Хаббард, все разрушится, и кто не саентолог, тот погибнет. Он говорит, что конец света будет видим. Как бывает видна молния от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Поэтому все, кто находится в этих организациях, мы призываем к покаянию, то есть к перемену мировоззрения бывшего сектанского на новое, на христианское, дабы обрести жизнь вечную со Христом и во Христе. Спасибо, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok